Добрый вечер, Гомель. Уже не первый раз наша программа рассказывает о жизни в деревне. О той, которая не потерялась и не растерялась. О той, в которой живут, работают, учатся и не приветствуют серость. Предлагаем вам, уважаемые телезрители, стать участниками вечернего разговора о современной деревне. Какая деревня привлекательна для жизни? И кто, по вашему мнению, сегодня в деревне живет? 34 22 43 номер нашего телефона. Пишите в Вайбер. Самый крупный по количеству жителей и по площади сельский совет Гомельского района Улуковский. На нем мы и остановили свой выбор в этот раз. Как живется здесь людям? Кто и что способствует тому, чтобы эта территория динамично развивалась? Узнаем это у наших гостей. И я знакомлю вас с жителями деревень Березки и Романовича. Добрый вечер, девчата. Добрый вечер. Яна Пхасават, жительница деревни Березки, учительница изобразительного искусства у Луковской детской школы искусств Гомельского района. Я не ошиблась, Яна? Нет, все правильно. Екатерина Чекунова, учитель музыки этой же самой школы. Добрый вечер. Добрый вечер. Девчонки, вы молодые специалисты? Да. Сельские жители? Сельские жители. Вы родились в этой же местности? Или то, что вы работаете в сельской школе искусств, это, к сожалению, условия распределения? Вообще, я родилась в городе Комеле. И, наверное, до класса седьмого школы я ходила в городскую школу и жила в городе. Хотя корни у меня деревенские. У меня бабушка в деревне, большая семья, я ее очень люблю. Вот. Но потом так случилось, что мы переехали в сельскую местность, да, в деревню Березки. И туда я уже пошла в школу, отучилась там, потом пошла учиться в художественный колледж. Вот. В этом году я его закончила. И, да, по распределению попала в нашу школу. Не расстроились? Нет, ни капельки. Ну, вам есть возможность сравнить и городская жизнь, и деревенская? Как? Где больше нравится? Только не лукавим. Хорошо. В городских школах мы проходили педагогическую практику. То есть я могу сравнить школы в городе и нашу школу. И хочу вам точно сказать, что никакой разницы нет, потому что не главное место, где ты работаешь, а главное, как ты работаешь. Все зависит от людей. Да, абсолютно точно. И кто твои ученики, и кто твои коллеги, и кто твои соседи, правда? Да, да, да. Катя, согласны, не согласны? Согласна полностью. И я тоже коренная деревенская, коренной житель деревни. Я живу в Романовичах, выросла там, и сейчас по воле судьбы работаю там, учителем музыки. В свое детство не было возможности обучаться музыке в Романовичах. Мне приходилось ездить в город. Сейчас нашим детям в Романовичах предоставляется такая возможность обучаться музыке именно в Романовичах. То есть вы остались в деревне жить и работать, потому что именно здесь есть возможность, ну, заниматься любимым делом. Да, да. И мне захотелось своих же односельчан учить, маленьких ребятишек, такому замечательному делу, как музыка. Это очень здорово. Скажите, пожалуйста, вот что есть в условиях жизни и в условиях вашей работы в сельской местности такого, что вам не хочется в город? Дружественная обстановка, наверное. И вот наш сельский совет, это как одна большая семья. Это очень здорово. Мы друг друга знаем, например, те ребята, которые учились вместе со мной когда-то в школе, сейчас уже мои ученики. Вот, то есть это все помогает. У нас дружеские отношения. То есть младшие школьники, да, они стали вашими же учениками. Это очень здорово, да. Кто еще помогает, Кать? Ну, вот эта вот поддержка семьи, которая рядом, это тоже очень важно наверняка, правда? Родители хорошие. Вот педагоги в городе говорят, важно, чтобы родители детей тоже были хорошие. Ну, у меня мама тоже была связана с культурой. Она работала в той же романической сельской библиотеке. И она очень связана, ну, как бы, мы связаны очень близко. Библиотека, музыка. И как бы она меня... Поддержка такая моральная, психологическая. Дома, как говорят, и стены помогают. Ну, да. Хорошо. Ну, вот такой вам каверзный вопрос задам. Вы чувствуете себя деревенскими жительницами или городскими? Ну, не скроем, что Романовичи здесь недалеко от города. Но все же это условия деревни. Ну, в деревне больше свободы. Вот вы спрашивали перед этим, что хорошего в деревне. В деревне свобода. Ты выходишь, ты свободный человек. Что значит свободный человек? Ну, что? Свободный чего? Ну, не жмет тебе вот городские стены, многоэтажки. Нету такого давления. Ты выходишь, у тебя дома одноэтажные, свобода. Вот в моем понимании так. Для музыканта это важно, судя по всему. А для художника, Яночка? Точно так же, да. В деревне больше свежего воздуха. Рядом речка. Да-да-да. Я на работу каждый... Ну, мне даже интересно, когда молодые девчонки говорят, свежий воздух. Это уже вот мамочкам важно, да, когда у них детки. Но вы все равно это цените? Нет, все равно это чувствуется. Потому что когда-то я участвовала в областной олимпиаде литератического мастерства. И у меня был такой вопрос как раз-таки. Вот где лучше, да, дышится тебе? В городе или в селе? Это в полном смысле слова. Да-да-да. И в переносном, и в прямом, да? И когда-то кто-то, вот я не могу сказать, кто это сказал, но и была такая фраза, что когда я хожу по городу, я поднимаю голову вверх и не вижу неба. То есть может быть немного грубо прозвучит, но есть такое. Это очень поэтично. Это очень поэтично. В деревне я поднимаю голову и вижу небо. Могу смотреть на звезды. Яночка, есть у нас телефонный звонок. Мы его послушаем. Добрый вечер. Мы говорим вам, уважаемый телезритель. Добрый вечер. Вы житель деревни. Я житель города, но работаю в деревне Березки. Как вас зовут? Очень приятно. Я Тавышевская Людмила Николаевна. Слушаем. Я вот увидела Яну и очень рада. Она начинала у нас заниматься в Доме культуры, начинала рисовать. И вот я очень рада, что она продолжила это. И теперь сама учить деток вернулась в этом году к нам в Березки, в Улковский сельский совет. И мы очень рады ее видеть. И что наши дети, которые у нас учились, возвращаются к нам же, продолжают работать у нас же. Но я могу сказать, хоть и живу в городе, для меня Березки, это, можно сказать, вторая родина. Потому что столько лет работаю, я там знаю всех людей, детей. И вот очень приятно всех видеть. Спасибо вам. Спасибо вам за звонок. Если вы останетесь с нами до конца программы, вы увидите еще много знакомых лиц. Думаю, вам будет очень приятно. Спасибо вам большое. Девчонки, ну вот вы ощущаете себя сельскими или городскими жительницами? Вот так. Я могу сказать, что сельской. Сельский житель. Яночка, а вы? Я думаю, что все-таки сейчас в современном мире уже вот эта грань города и села, тем более вот мы очень близко к городской черте живем, она очень сильно стерта. То есть то, что я живу по адресу в сельской местности, никак мне не закрывает там, не связывает ноги. То есть я думаю, что можно сказать, что я житель Беларуси, например. То есть я же могу совершенно делать все, что захочу. Все зависит от нас. Абсолютно. Универсальный житель. Девчонки, ну хорошо. Вот не удалось мне поймать вас на некоторых моментах, чтобы подвязать следующий этап нашей передачи. Но скажу так. Я предлагаю вам пройти тест, этнографический тест. Ввиду того, что вам знакома сельская жизнь, насколько хорошо она вам знакома, мы сейчас и выясним. На экране, на большом экране будут появляться изображения предметов быта наших предков. Понятно? Крестьянского быта. Ну а вы попытаетесь отгадать, что же это и для чего, как использовалось людьми. Внимание, первый тест начинается. О, это очень просто. Так, что это, Яночки? Это очень просто. Сюда садили маленьких деток, чтобы они ходили. Это ходунки. Это ходунки. Ничего себе. Мне казалось, что мы начали с самого сложного вопроса. Пожалуйста, следующее изображение на экран. Ну а вот это. Попробуйте, что это. Есть мысли? Есть мысли? Есть, Яна. Есть, мне кажется. Да, говорите. Это молит муку, скорее всего. Да. Или зерно. Жаролся по-белорусскому. Так, жернова. Вот такие ручные, абсолютно. Я представляю, как хотят сейчас наши зрители в студии дождаться вашей ошибочки, чтобы самим попытаться ответить. Следующий рисунок. Пожалуйста, изображение. Вот, ну не полностью нам показывают. Что же это? Дайте подумать. Дайте подумать. Так, так, так. Что же это может быть? Ну, в Романовической средней школе, в музее наверняка эта штука имеется. Да? Да, Кать? Ну так, что это? Да, там давно не бывало. Что это? Да, это прялка. Уже специально для зрителей. Так, так. Ну и для зрителей тоже. Следующий. Слайд. А вот эта штука. Не ведет ли вас в ступор, дорогие молодые специалисты? Вот такая штука. Вот такой штукой тоже в деревне пользовались. Есть версии среди зрительского зала? С кожей, может, делали что-то? Ну, хотя бы предположение. Вслух, пожалуйста, предположите. Может, что-то с кожей. Может, кожу как-то натягивают. Вот наш оператор тут показывает, рассказывает. А обувь делали, может? Вот обувь снимали с помощью вот этой штуки. Это называется лёгкой, да. И ещё, наверное, у нас есть изображение. Так, это последнее? Нет, конечно. О, это соломенный паук. Это соломенный паук. Мы ещё в школе такое делали. Так, делали в школе? Да, да, да. Прекрасное знание. Спасибо большое, девчонки. Ну, ещё что-то в арсенале имеется? А вот такая штука. Как эта штука называется? Для чего? Сразу видно, что этим бьют. Это точно, абсолютно. Правильно. Что это? Ну, я вам скажу, что называлось по-белорусскому. Праник. Праник. А для чего, пожалуйста? Ну, его явно не ели. А тесто, что ли, замешивали? Не-не-не, праник, праник. Так, так. Зрительский зал? Нет? Стирают. Стирают, абсолютно точно. Вот у нас Михаил подсказывает. Спасибо вам за подсказку. Сегодня очень активные зрители. Девчонки, благодарю вас за ваши знания. Вы просто прекрасны в знании предметов этнографических. Ну, что ж, вот гордость овощевода – это выращенный урожай. Ну, а гордость педагога – это, конечно, талантливые ученики. Скажите, пожалуйста, есть ли уже у вас ученики, ну, наверняка есть, да, вы в школе работаете, есть ли какие-то достижения? В школе все дети талантливые. Вот. И... Но я, как бы, работаю еще только одну четверть, да, три месяца. За это время я могу только свои достижения перечислить. То есть вовремя прихожу на работу. Это прекрасно. Я понимаю, к этому, вот, все тонкости работы я сейчас на себя принимаю, вот. Но те ребята, с которыми я познакомилась в школе, они завоевывают много дипломов на конкурсах, то есть они активно участвуют. Это художественные конкурсы? Не только художественные, то есть у нас в школе много ребят занимается, и у нас несколько отделений художественное, хореографическое, музыкальное, вот. И все участвуют активно в конкурсе. Катю, что вы сказать можете? Очень приятно слышать о достижениях. Яна все правильно сказала, у нас в школе три отделения – художественное, хореографическое и музыкальное. Сегодня мы продемонстрируем с моим учеником. Вы прям все карты нам выкладываете, это очень хорошо. Вы готовы продемонстрировать? Да, мы готовы сегодня продемонстрировать нашу работу. Да, наши ученики ездят на различные конкурсы, региональные, международные также. Завоевывают, естественно, места, как без них, без них никуда. Наши ученики живут активной жизнью музыкальной. Также есть ансамбли, есть оркестр у нас музыкальный детский, тоже он ездит на разные конкурсы. Детям очень нравится, особенно нравится оркестровая игра. Это очень, очень, очень важно. Спасибо вам за ответ. Ну а я прямо сейчас хочу пригласить в эту студию юных художников, воспитанников. Яна Ваших, да? Проходите, ребята, пожалуйста. Проходите. Вас сегодня трое. Ну, первый вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Катя. Очень хорошо. Меня Вова. Вова. Меня Кирилл. Ребята, замечательно. Вы все художники. Да. Так. Вот вы почти взрослые, и я хотела бы задать вам достаточно серьезный взрослый вопрос. Вы не против? Нет. Какие преимущества жизни в деревне вы видите? Есть ли они, эти преимущества? Есть. Какие? Свой огород. Ох, как. Девушка отвечает. Вова, а ты как считаешь? Природа. Природа. И Кирилл? Свежий воздух. Свежий воздух. Это очень важно даже для детей, да? Да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот возможно ли сегодня в деревне жить и учиться интересно? Вот полноценно. Почти так же, как в городе, а может быть даже и лучше. Кто ответит? Поднимите руку. Вовнутри, наверное, ответишь. Не ответишь? Кать, ну ты попробуй. Возможно. Возможно. А в чем, ну вот ты чем-то можешь доказать на своем примере? Ну, я занимаюсь рисованием, музыкой. Так. А есть ли у тебя братья и сестры? Два брата. У вас многодетная семья. А братья тоже чем-то занимаются? Музыкой. То есть у них есть возможность, и все это прекрасно воплощается в жизнь, да? Да. И спортом, наверное, могут заниматься, да? Могут. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, кто знает, много ли ребят развивает и открывает свои таланты в Улуковской школе искусств? Знаешь, Кирилл? Да. Пожалуйста. Примерно 150 человек. 150 человек. Это число серьезное. Вы молодцы. Скажите, пожалуйста, а какие отделения в школе? Вот кто еще, кроме художников, занимается? Музыканты. Так, на чем играют? На скрипках, на баяне, на пианино. И даже на скрипках. О, как здорово. Почти. Ну, симфонические оркестры можно создавать, да? Да? Кать, да. Спасибо, ребята. Ну что ж, покажите нам свои таланты, продемонстрируйте. Здесь готовы для вас рабочие места. Проходите, пожалуйста. И я предлагаю вам сегодня изобразить любимые уголки своей малой родины. Наверняка есть такие. Кивните, если согласны. Так, приступайте. Работайте, пожалуйста. Ну, а пока наши художники демонстрируют свои таланты, попробуют изобразить. Мы в финале программы посмотрим обязательно, что получится. Я хотела бы обратиться в зал к их родителям, к родителям других детей, которые тоже проживают и учатся на территории Луковского сельского совета. На вас смотрю. Прям к вам иду. Скажите, пожалуйста, есть ли сегодня в деревне условия для полноценного развития детей? Ну, за свою деревню говорите. Здравствуйте. Я считаю, как родитель, что, конечно, все условия для развития гармоничной личности ребенка у нас созданы. У меня старший ребенок, учащийся в Головинской средней школе. Я подчеркиваю, что в среднюю школу мы ходим в сельской местности. И при этом он является воспитанником у Луковской школы искусств, входит в класс хореографии первого года обучения. И при этом мы стараемся совмещать творческое начало и все-таки закалку развития физического начала, при этом посещая с дюшер Гомельского района филиал деревни Березки по борьбе дзюдо. Очень здорово. Как вас зовут? Ольга. Ольга, спасибо вам за такой полный ответ. Я сначала услышала про искусство и думаю, интересно, а все-таки вот на территории сельского совета спортом заниматься можно? Ну, вот обращусь еще к мужчине. Кроме как дзюдо. Чем еще можно заниматься? Или только дзюдо? Ну, дзюдо на территории у Луковского сельсовета ребята занимаются и дзюдо, и также есть тяжелая атлетика, секция по тяжелой атлетике. Есть ли достижения? Ну, что я вот являюсь тренером по дзюдо, и как бы воспитанники являются победителями, призерами областных, республиканских и международных соревнований. Уважаемые зрители, телезрители, Павел Шундиков, ваши аплодисменты. Я не ошиблась? Не ошиблась. Скажите, пожалуйста, какие условия у детей? Вы, кстати, житель какого населенного пункта? Как вас зовут? И расскажите. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я житель населенного пункта Березки. Вот. Там же я сама родилась, училась, и там же осталось и работать. Вот. Мой ребенок тоже посещает Головинскую среднюю школу. Вы не остаетесь в стороне, да? Нет, конечно. От развития талантов. Да. Вот. Также посещает школу искусств. Это учреждение со своими традициями, с грамотно налаженной системой развития у детей личностного начала. Вот. Также мы ходим в школу Олимпийского резерва, филиал дзюдо. Да. Там, я считаю, что созданы все условия, перспективы, чтобы детям вырасти настоящими спортсменами. И самое интересное, как удачно сочетают ваши дети вот тягу к творчеству и к физической культуре. Как здорово. Ну, просто все очень-очень-очень-очень талантливые люди. И я еще хочу к одному человеку обратиться. Если я не ошибаюсь, Михаил. Да. Да. Скажите, пожалуйста, Михаил, сколько у вас детей? И у всех ли есть возможность заниматься? У нас трое детей. Так. И у всех есть возможность заниматься, и они занимаются. Ну, одна из них, я так полагаю, художница, да? Она закончила обучение по образованию фортепиано. Так. И пошла учиться на художника. Средний тоже учится на фортепиано, а самый меньший на баян. Угу. И я так понимаю, что он прямо здесь у нас и присутствует. Вместе с баяном. Вместе с баяном. Мы обязательно воспользуемся случаем и послушаем, как же играет... Как зовут? Арсений. Арсений. Вы здесь с супругой? Да. Вся семья. Аплодисменты. Спасибо большое. Ну что ж, уважаемые телезрители, я хочу сказать, что буквально небольшую паузу мы возьмем. Я хочу напомнить. Тема сегодняшней программы – деревенские истории. Звоните нам, пожалуйста, в студию 342243 и пишите в Вайбер. Отвечайте на вопрос, какой вы видите деревню будущего. Уважаемые телезрители, какой вы видите современную деревню? Какой должна быть деревня будущего? Звоните нам, пожалуйста, 342243 и пишите, пожалуйста, в Вайбер. Поделитесь мыслями, что нужно сделать для того, чтобы деревня стала еще более привлекательной для жизни. Ну а сейчас обещанный концертный номер «Веселые каникулы» исполняет Арсений Усов и его преподаватель. «Веселые каникулы» Благодарим вас за прекрасное исполнение. Уважаемые телезрители, я еще раз напомню вам, что тема сегодняшней программы – деревенские истории. Пожалуйста, звоните, пишите 342243. Уважаемые телезрители, почему вы никогда бы не променяли деревню на город? Звоните нам, пожалуйста, и пишите в Вайбер. Этот же вопрос я хотела бы задать гостю нашей программы, следующему гостю. Я хочу пригласить в эту студию Сергея Вереса, депутата Улуковского сельского совета. Сергей Васильевич, проходите, пожалуйста, добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему бы вы никогда не променяли деревню на город? Чем она вас привлекает, чем она вас зацепила? Дело в том, что я с рождения деревенский житель, жил просто только в другой деревне, также большой. Какой? Сейчас она носит статус агрогородок этой Чирковичи, Светлогорского района. О, хорошая деревня, да. В Гомельской области большая деревня, там тоже имеется и музыкальная школа, и большой дом культуры, и вся инфраструктура, и сельские советы. Это большая деревня, очень огромная. Вы перебрались поближе к Гомелю, почему? Так получилось, что, значит, моя будущая супруга по распределению после окончания медучилища попала в Гомель. Мое распределение было целевым, я отрабатывал на месте, работал также в соседней деревне, на ФАПе, за районной больницей. Вот, и после армии, ну, перебрался поближе к супруге будущей, ну, и теперь проживаем тоже в большой деревне. В какой? Назовите. В Березке, да. В деревне Березке, да, рядом. Но вы работаете в городе, да? Работаю в городе, да, потому что, ну, по своей главной основной профессии, как бы, расположена в городе Гомеле, да. Ну, так уже не скрывайте, кто вы по профессии? Я по профессии фельдшер, фельдшер, закончил Музырское медицинское училище, работаю на Гомельской городской станции скорой медицинской помощи, фельдшер въездной спецбригады. Вы себя городским или деревенским жителем считаете? Ну, конечно, я всегда... Или, как Яна сказала, что сейчас грани стерты и нет такой градации. Грань, конечно, стерта. Дело в том, что, как бы, населенный пункт очень рядом с городом Гомелем. Но, конечно, считаю себя больше деревенским, потому что это как-то ближе с детства все. И весь этот быт, и вся вот эта вот обстановка деревни, все вот огороды, да, это все рядом, близко. Но скажите, вот этот этнографический тест, который девчонки проходили, вы прошли, сидя в зале? Я прошел, я только... Единственное, что тоже для обуви, вот это вот я... Сомнение было у меня... А ходунки отгадали? Сомнение ходунки, да, да. Ну, еще была колыска привязывалась, которая просто крюк забивался в балку на крыше. И люлька такая колыхали деток маленьких вместо теперешних кроватей, колясок. Спасибо. Сергей Васильевич, вот вы депутат. Скажите, а легко ли создавать на селе в деревне условия такие, чтобы молодежь оставалась там, где родилась? И пригодилась там, где родилась? Ну, конечно, надо, чтобы были условия, да. Потому что... Ну, легко ли их создавать? Вы же их тоже создаете. Частично, да. Хоть живем в деревне, но облагоустраиваем свое ближайшее, что свой даже двор, свою ближайшую обстановку, что-то для ребят делаем, устанавливаем, малейшее... Вот оно все, вот оно подтверждение. Вот, 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 совершенно верно, да. Ну, это... Вот, ну, элементарное благоустройство, спортивные снаряды, которые с момента сдачи дома, как бы, они отсутствовали просто. Делали... Это все делали сами. В Руссии, да. Это все делали я с группой единомышленников, также папы, у которых растут дети, сыновья, которые... Ну, подавай пример сам, и дети будут стараться, стремиться. Но единомышленники и соседи в этой же деревне. Да-да-да, это все соседи в моем же доме, соседнем доме, то есть все, кого я знаю, то есть... Сколько существует эта площадка? Стоит ли или сломали? Нет, она стоит. Делали надежно, качественно, дети помогали. Поэтому, как бы, вот, самоценно то, что... Ну, привлекать детей для того, чтобы они оценили труд, чтобы они сами это сделали, почувствовали. Они потом это и берегут, и относятся, ну, так это, с достоинством. Некоторые говорят, что вот, даже у нас единственные турники, а во дворе, в доме есть турники такие, а так только надо в Головинскую школу ходить. Это очень здорово. Скажите, а что, кроме создания спортивной площадки, вы еще инициировали и делали вместе с населением? Ну, с населением, значит, проводим субботники, какие-то общие мероприятия, а так, вот, совсем недавно, может, года два, за здоровый образ жизни мы сделали на нашей речке, на пляже зимой прорубь и купаемся на крещение. То есть это уже традиция купаться на крещение? Это уже традиция, да. Это Ипуть у вас там, да? Да, речка Ипуть, да. На месте пляжа аккуратно делаем прорубь, потом зовем батюшку нашего с церкви, Александра, он это все благословляет, все там проводятся молитвы, и потом, пожалуйста, все, да, все как в городе, не надо никуда ездить, не надо, ну, лишних никаких-то усилий. Все рядом, да, все рядом. Сергей, вы депутат местного совета, вот можете ли вы утверждать, что проблемы своей деревни знаете очень хорошо? Не все, конечно, проблемы, да. Стараюсь видеть, знать. Ну, вам наверняка подсказывают. Много, конечно, да, обращаются, обращаются и жители, и соседи, и вообще, где только могут как бы видеть, вот говорят, вот это бы вот сделать, это бы подделать. Иногда просто выходишь, как я говорю, выходишь на улицу и выбросить мусор, через полчаса может только домой прийти. А что случается? Ну, ничего, просто встречают, поговорить, побеседовать, вот такая проблема, вот как бы там, может что-то там с освещением сделать, или какую-то дорогу, или, ну, малейшие, малейшие какие-то... В общем, люди безучастными не остаются, вам всегда будут подсказки, да? Люди, да. Люди обращаются и помогают, и как бы замечания делают, и предложения вносят, и поэтому спасибо большое им. Ну, мы стараемся. Возможно, кто-то из них и дозвонился. Давайте их послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это вам звонит Людмила Александровна Орехова. Очень приятно, знаете такую. Здравствуйте, да, это Людмила Александровна. Людмила Александровна, вы жительница? Я жительница деревни Березки. Очень приятно. Вот, приехала жить в Березке из России в 85-м году, из города. Вот, попала в деревню, причем очень мне понравились березки. И я хочу сказать, что я не жалею о том, что так сложилась моя судьба. Мы с мужем вот переехали и до сих пор живем. Наши березки все краше становятся, расцветают. То есть разница есть между 85-м годом и 2017-м? Ой, огромная разница, конечно, есть. Березки становятся все краше, расстраивается жилье. И вот увидела своего депутата по нашей улице, депутат Сергей Васильевич. И, пользуясь случаем, хочу сказать, какой он замечательный, порядочный человек. Всегда выслушает, предложит какое-то решение. Если чем-то в его силах он поможет лично. Если нет, то всегда... Найдет вариант помощи, да? Да, знаем, как. Куда-то обращаться. В этом году я вот к нему обращалась с депутатским запросом. И он помог в силу своих возможностей. Конкретизируйте, конкретизируйте. А у нас дорога была очень такая, ну, скажем так, не очень удобная для ходьбы. И вот сделали подсыпку дороги. Теперь вот люди все говорят спасибо за то, что уже дорога очень хорошая теперь у нас. Ну, говорим спасибо и вам за звонок, за отзыв. Это очень приятно. Всего доброго вам. Спасибо. Сергей, ну вот то, что кандидат в депутаты и депутат местного совета живет на территории того совета, в котором, ну, скажем так, работает, да, это предусмотрено законом? Ну да, это предусмотрено законом. Мы, значит, избирались как от группы, значит, по голосованию граждан и жителей деревни. То есть избирались. Ну, избирались. Избирали человека, наверняка, такого, который будет согласен и который будет точно так же знать, как жители, да, этого населенного пункта. Все проблемы. Это, наверное, с этой целью. Ну, скорее всего, местный уровень депутата с этой целью создается, что, да, человек на месте, все как бы это все на глазах, все это проходишь, рядом это все видишь и в магазины, на почту там, и в школу. И, ну, ходишь по территории, замечаешь, где-то что-то, где-то что-то можно было бы подделать, исправить. Ну, конечно, не все возможно так быстро сделать. Что-то получается довольно быстро. Куда-то приходится обращаться еще за дополнительной, ну, за дополнительной помощью. Подтяжкой, помощью советом. Потому что, да, потому что работа разная и в денежном плане, то есть что-то получается дорогостоящее. Поэтому не все так быстро получается. Сергей, хорошо. Но вы наверняка знаете, что сегодня радует, что тревожит, беспокоит сельских жителей вашего населенного пункта. Вот можете так обозначить? Вот над чем работаете? Что в перспективе? Сейчас вот в перспективе. Это улучшить дворовое освещение, которое у нас располагается по домам. Потому что перешла вся, значит, инфраструктура дворового освещения на районные электросети РЭС. То есть появился хозяин. И вот с ними вместе приходим, смотрим, где что, как стоят фонари, откуда они там запитаны. Как это все запустить, сделать, чтобы осенью темно. Ну, обрадуйте народ. Решится вопрос? Вопрос решится, да. То есть приезжала уже комиссия, смотрели, откуда запитать все. Нашли, значит, эти старые, так сказать, планы, схемы, где проложены эти кабеля. Единственное только, что надо в трансформаторной подстанции установить щит. Ну, это уже мелочи, наверное. То есть технические моменты, которые... То есть все возможно. То есть, да, главное, ну, главное, когда занимаешься, то получается. Не так быстро, ну, потихонечку получается. Спасибо. Давайте спросим у молодости. У них есть вопросы к депутату местного совета? Или у вас еще все хорошо, девчонки? Да, у нас все замечательно. Проблем пока не видите, но наверняка знаете. Скорее всего, не видим, потому что пока еще, например, дома с родителями. Вот именно верное в летнее, да. И именно родители этим занимаются. Ну, а по школе, кстати, есть вопросы? Вот можете задать. Ну, девчонки подумают. Я вижу вопросительные глаза, да, с вопросом к Кате. Ну, что ж, дорогие друзья, интересы населения сельских населенных пунктов разнообразны. Но если вопрос касается жилья, дорог, мест отдыха, детских площадок, организации досуга и прочего, все, естественно, едины в одном желании. Жить комфортно. Как это комфортно организовать? Откуда берутся идеи для улучшения жизни? И кто их воплощает? Говорим с нашими гостями. И я приглашаю присоединиться к нашей компании Жанну Бизня, председателя Улуковского сельского совета. Жанна, проходите, пожалуйста. И напоминаю, что сегодня в студии Сергей Верес, депутат Улуковского сельского совета, Ян Абхасоват, учитель школы искусств, и Катя Чекунова, тоже учитель этой же школы искусств Улуковской, Гомельского района. Жанна Александровна, ну вот вы, почему бы никогда не променяли деревню на город? Почему? Чем она вас зацепила? Я хочу сказать, что я по рождению городской житель. Но так сложилась судьба по стечению обстоятельств, и, как я сейчас понимаю, по счастливому стечению обстоятельств, 23 года назад моя жизнь, моя работа связаны с Гомельским районом. Что привлекает меня в сельской жизни? Наверное, спокойствие, размеренность. Я хочу сказать, что в деревне каждый человек на виду, и с одной стороны это плюс, с другой стороны, наверное, это где-то минус. Живя в деревне, проще себя зарекомендовать как с положительной стороны, так и с отрицательной, к сожалению. Я, когда переехала в Гомельский район, выходные проводила в парке Луначарского. Гуляю по парку, и совершенно незнакомые мне люди говорят, ну, здороваются со мной, приветствуют. Как потом оказалось, это жители того населенного пункта, куда я переехала, я их еще не знала, но они меня заметили. Да, то есть в деревню попасть незамеченным очень сложно. И какое бы количество населения ни было, даже если и большое количество населения, тем не менее, ты всегда на виду. Конечно, как ребята говорили, это природа, это река. Вот Катя даже говорила огород свой. Огород свой, земля, конечно. И когда я сейчас приезжаю в город, зачастую устаю от городского шума и от... От суеты. От суеты, от ритма. Да, от загазованности даже. Но живете вы в городе? Нет, я живу в березках. Вы живете в деревне? Да, я живу в деревне. Сельский житель? Сельский. И можете с гордостью это сказать? Конечно. Я считаю, что здесь сельский житель, это звучит гордо. Прекрасно. Скажите, какой, по вашему мнению, должна быть деревня, в которой с удовольствием останется молодежь? Будет жить, работать в какой? Вот как она должна выглядеть? Какой она должна быть? Ну, я сейчас скажу, наверное, молодые специалисты меня дополнят. Но я считаю, что для молодежи, наверное, самое главное – наличие жилья. Либо возможность оперативно решить этот вопрос. Конечно, работа. Или возможность доехать до места работы. До школьных учреждений образования. То есть хорошо развита социальная сфера. Это и медицина, учреждения образования. Ну и, конечно, место расположения населенного пункта. И душа той деревни, поселка, которая есть. Это обязательно. Ну, вы ответили как представитель власти. Полным ответом. Девчонки, вы согласны? Ну да, мы согласны. Наверное, с вашей стороны, скорее всего, так это самый хороший и правильный ответ. Вот я бы… Ну, говорю только за себя. Пожалуйста. Я просто не могу говорить за всех, да, за всю молодежь отвечать. Вот. Как мне кажется, все начинается с идей. Да, идей, которые есть в голове у человека. И правильный человек, который понимает, что такое деревня, село, да, и место, где он работает, он обязательно найдет свои плюсы и обязательно найдет деревню. То есть не нужно… Сейчас вот у нас в «Березках» у нас есть все, абсолютно все, что нужно для комфортного жилья. И правильный человек, он найдет свое место и в деревне, и в городе. То есть не нужно никого специально силой держать. Да, 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 силой никого не нужно держать, да. Потому что… Я могу повториться, что… Ничего хорошего не получится из того, что ты будешь удерживать. Да, если мы будем заставлять, да. То есть правильный человек найдет свое место. Очень здорово ответила я на правду. Да, чтобы все было от души, с душой, чтобы оно… Ну, человек просто жил, и это было не из-под палки, как говорят, а просто вот от души. Вот захотел, это сделал. Кто хочет, тот живет. И не просто захотел… Ну, вот приходят… Но еще же имел возможность, что… Приходят с множеством идей. Но подавая какую-то идею, на мой взгляд, нужно еще и… Во-первых, она должна быть реальной идеей. И не просто ее подавать, а сказать, каким образом и свое место показать в реализации этой идеи. То есть принять активнейшее участие. И если человек, который поднимает проблему, поднимает вопрос, сам принимает участие в решении этого вопроса, то, наверное, и результат будет дорог как для самого человека, так и для тех, кого он вокруг себя сплотит. Да, и тем более это же он придумал. То есть другой не поймет его так же, вот то, что есть у него в голове. Правильно? Конечно. То есть вот он знает в лучшем виде, как это должно быть. Есть у нас ряд сообщений про красивые деревни и в Лоевском районе, и в Гомельском районе. Вот, наверное, будет приятно. Самая красивая деревня – Тучки Лоевского района. Деревню люблю, но свою деятельность могу вести только в городе. Поэтому в деревне не могу долго находиться без дела. И снова Лоев пишет. А у нас из Лоевского района люди как-то уезжают из деревень. Могу сказать это на примере своих знакомых. Валентин. Ну, вот такие есть и печальные сообщения, есть и радостные, что деревня нравится. По-прежнему, уважаемые телезрители, ждем мы ваших сообщений. Обязательно все прочитаем. Вот, тем более, что у нас и Жанна Бизня, и Сергей Верес здесь – это люди, которые могут взять на заметку ваши замечания. Так? Жанна, еще такой вопрос. Вот сегодня важно делать ставку на развитие сельских регионов, сельских населенных пунктов. Но ведь без инициативы самого населения не обойтись. Почему? Ну, вот, как мы только что говорили, когда инициатива самого человека, во-первых, сельские жители, они, наверное, лучше знают, что нужно, как это сделать. И, наверное, больше возможностей все-таки собрать, вот как Сергей Васильевич собрал своих соседей, собрал единомышленников, которые вышли и все вместе сделали эту спортивную площадку. То же самое, про что говорила Яна. То есть человек реально понимает, что он и каким образом будет достигать определенной цели. То есть, конечно, инициатива должна идти от самих жителей. Это очень здорово. Давайте слушать одного из инициативных зрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, как вас зовут и в чем ваш вопрос или обращение, а может быть... Меня зовут Наталья Александровна Якубенко. Очень приятно. Я городской житель, но вот меня очень привлекает, как бы, сельская местность и жизнь там. И хотелось бы очень приобрести участок земли. Именно вот... Где-то поближе к городу, наверное, да? Поближе, да. И вот, ну, единственное, я не являюсь нуждающейся в улучшении жилищных условий. И могу ли я, вот, не являясь нуждающейся, приобрести каким-то образом участок, вот, в Луковском сельском совете? Ваш вопрос понятен. Жанна Александровна, мы можем ответить на этот вопрос? Да, я постараюсь. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на территории Луковского сельсовета земельные участки предоставляются как нуждающимся в улучшении жилищных условий, так и через аукцион для тех граждан, которые не нуждаются в улучшении жилищных условий. Ну, а участки остались? На данный момент я сейчас все расскажу по порядку. Значит, если гражданин состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, независимо от места постановки, он имеет право обратиться в селе с полком с заявлением о постановке на учет граждан, желающих получить земельные участки. Если не состоит на учете нуждающихся, как я поняла из звонка, здесь вариант приобрести через аукцион, и могу прорекламировать, у нас 6 декабря в Гомельском районном исполнительном комитете состоится аукцион по продаже права заключения договора аренды в отношении двух участков от Романовичи и деревни Головинца. Ну и прекрасно, можно поучаствовать. Да, милости просим всех. По поводу свободных земельных участков, мы активно проводим работу по инвентаризации населенных пунктов. В этом году мы только завершили выделение земельных участков в деревне Березки, это район индивидуальной жилищной застройки, 132 участка. И в этом году УКС Гомельского района разрабатывает генеральный план застройки в деревне Головинцы. Ориентировочно это будет 40... Это много квартирная застройка? Нет, это индивидуальная жилая застройка, то есть это будут земельные участки, ориентировочно 48, поэтому когда следите за информацией на сайте Гомельского районного исполнительного комитета, ежемесячно сели с полком формируют списки свободных незанятых земельных участков. Пожалуйста, заходите и мы всегда открыты, мы всегда объясним, каким образом можно получить либо приобрести земельный участок у нас на территории. У нас индивидуальное жилищное строительство ведется достаточно активно, как индивидуалка, так и многоквартирная. Я почему поторапливаю, есть еще один телефонный звонок на линии. Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос? Меня зовут Мурашка Левмила Людвиговна. Очень приятно. Я являюсь председателем поселкового комитета, поселка Победа. Я хотела бы вкратце рассказать об одном аспекте, проходящем в нашем поселке. Победа, это тоже на территории? Да, это наша сельскость. Говорите. За 30 последних лет у нас проходит 9 мая в 9 часов. И каждый житель уже знает, без объявления, они приходят с детьми, приходят с цветами, приходят на наш памятник, на воинское захоронение, где захоронено 135 известных и много неизвестных. Это уже сложившаяся традиция. Это как семья. И вы знаете, за 30 лет порастали дети и пришли со своими детьми, и каждый знает, что нужно принести цветок. И еще хочу сказать, что во время Щедров дети записываются, чтобы 9 мая рассказать стихи. Это дорогого стоит. И, как правило, соблюдая протокол, митинг проходит 20-30 минут, но мы остаемся все, не расходимся. И Дворец культуры Березки готовит программу вместе с народным хором. Мы выступаем, дети читают стихи. Народ поет вместе с нами. И в этом году мы провели тоже Бессмертный полк, но немножко в другом ракурсе. Мы не шли по улице в связи с тем, что есть пожилые жители. Каждый принес свою фотографию, какой-то орден. И каждый рассказал о своем отце, деде. Это очень важно. Каждый рассказал о своих жителях. Ведь, понимаете, кто-то здесь воевал, кто-то где-то в другом месте. В других местах, да. И чушеки бывших не бывает. Ведь от Бреста до Владивостока все свои люди. И я скажу, что приезжают. Мы занимаемся еще работой по поиску родственникам. И благодаря новым технологиям несколько лет назад. И интернету. И нам сын, внук и правну погибшего солдата. И выступали у нас на митинге, на памятнике. Мы потом собирали, мы пригласили к себе домой. И сколько мог местить мой дом, мы общались как родственники, жившие в одной стране. Людмила... Так было здорово. Потом всей улицей мы провожали. И было трогательно, когда этот седовласый, 80-летний мужчина, встал на коленке возле памятника. И раскрыл беленький платочек. И взял землю. И стал ее целовать. Не могли сдержаться от слез даже мужчины. Вы знаете, и вот это видят дети. Это подрастающее поколение. И это очень здорово. Спасибо, Людмила, за это. Продолжаться, Гера, войны никогда не будет. Спасибо за эту прекрасную работу. Недаром вы живете в поселке Победа. Победа. С таким знаковым названием. Спасибо вам большое. Это очень интересно, очень здорово, очень патриотично. Я думаю, это заслуживает аплодисментов. Уважаемые телезрители, мы возьмем небольшую паузу. Ну, а у вас есть возможность набрать наш номер 342243 и рассказать, чем вас привлекает жизнь в деревне. Уважаемые телезрители, о жизни в деревне сегодня говорим мы в программе «Добрый вечер, Гомели». Если вы наберете номер телефона 342243 и зададите ваш вопрос, возможно, вы и поделитесь своей информацией, как вам живется в деревне, какие проблемы вы имеете и какие пути решения этих проблем вы видите. Ну, а мы продолжаем разговор в студии. Я хочу поинтересоваться у Сергея, у Жанны, а сколько деревень на территории Улоковского сельского совета? Я хочу сказать, что в том виде, в котором сейчас Улоковский сельсовет есть... Ну, мы его проекламировали как самый многочисленный по населению, да? Да. И более того, 8 декабря 1926 года на территории современного Улоковского сельсовета было образовано три сельсовета. Это Головинский, Улоковский и Романовичский. А сейчас один. В 1927 году объединился Головинский и Улоковский, и в мае 1959 года произошло объединение Романовичского и Улоковского сельсоветов. На данный момент это 14 населенных пунктов с численностью населения 10597 человек. Мне кажется, что есть в Гомельской области районы приблизительно такие по населению. Да, есть. То есть есть район, а есть Улоковский сельский совет. Ну, у нас в деревне Березки численность населения 3597 человек. Да. Для сравнения, поселок Приозерный зарегистрировано 9 человек. То есть такой контраст. Агрогородок Улоковья, центр сельсовета, полторы тысячи жителей. Ну, и с каждым годом у нас рост населения в связи с тем, что активно идет жилищное строительство. Это, наверное, основное. Ну, это вот тот показательный, наверное, сельский совет, да. Вот так вот мы попали сегодня. Пригласили из Улоковья, и тут вот у них все хорошо, и такая хорошая деревня. Юные художники наши еще в творчестве. Я хочу отметить, что населенные пункты Улоковского сельского совета довольно часто вызывают интересы историков и журналистов. Ну, я не одна, и наша творческая группа не одна такая. И, кстати, Юрий Жигамон в своей программе «Путешествие дилетанта» рассказал о Головинцах. Я попрошу нашего режиссера вывести на экран нарезку вот о деревне Головинцы. Ну, а Жанна Александровна, может быть, и Сергей Васильевич поможет и расскажет, что интересного. Ну, можете просто рассказывать, что интересного в Головинцах есть и чем они привлекли журналиста известного. Ну, конечно, наши Головинцы, как и деревня Романовичи, это самые старые населенные пункты в Улоковском сельсовете. Письменные сведения по деревне Головинцы – это XVI век. В Головинцах имеется Головинская Свято-Покровская церковь, 1841 года постройки. И я хочу отметить, я видела сюжет, который снимал Жигамонт, он почему-то это пропустил мимо. У нас в Головинцах до сих пор живет род Волотовских. Это род, который продолжает первого священнослужителя Головинской Свято-Покровской церкви. Одна из улиц деревни Головинца носит имя братьев Лемешковых, которые уроженцы этой деревни и погибли в годы Великой Отечественной войны. Ну, и, конечно, тот факт, который упоминает Жигамонт, это деревня Головинца – родина Федора Стравинского, русского оперного певца, отца известного русского композитора Игоря Стравинского. Вот у нас на экране как раз сейчас церковь. Этот объект ребята рисуют. Ребята, обратите внимание на экран. Видите, как совпали интересы журналиста известного, да, и ваш личный выбор. Очень здорово. Спасибо большое, Жанна. Ну, я хочу сказать, вот, вы знаете, у нас, я сказала Романовича, такой достаточно с историей населенный пункт. Есть у нас и более молодые населенные пункты, и вот, в частности, по поселку Будетин. Я нашла информацию, что поселки у нас были образованы в основном в 20-е годы, но, тем не менее, интернет подсказывает, что наш поселок Будетин, возможно, это одно из мест рождения великого князя Владимира. Потому что точное место рождения известно. Ну, это версия, версия. Версия, но, тем не менее, в интернете она есть. То есть, а почему нет? Возможно, это легенда, которая может стать основой для развития поселка. Ну, да, это вообще каждый населенный пункт должен иметь такую легенду. Абсолютно точно. Ну, как минимум, названия совпадают. Да, да. И тем более недалеко от Черниговского княжества. Да, да. Очень-очень похоже, я думаю, что это так. Так это тот князь Владимир, который Руси крестил. Да, Руси. Это очень здорово. Возможно, родился у нас в Будетине. Жанна Александровна, кто является первыми помощниками председателя сельского совета? На кого вы можете рассчитывать и положиться во всех делах? Ну, конечно, это наш актив в первую очередь. Это 28 наших помощников, председателя по поселкам. Это 15 наших депутатов и активно неравнодушные жители. Причем мы слушаем все замечания, критические, положительные. Мы стараемся услышать, стараемся помочь. Но я еще раз призываю, поднимая какую-то проблему, предлагайте, каким образом вы можете поучаствовать в решении данной проблемы, помочь улучшить жизнь на селе. Мы всегда открыты. Жанна, ну, есть ряд сообщений, вот, кстати, с подсказками, с подсказками, над чем еще нужно поработать. Так, пишут Надя. В Березках нет тротуара к школе искусств и к Дому культуры. Инфраструктура есть, а подхода нет. Действительно ли так? Да, есть такая проблема. Работаете ли над... Конечно, работаем. Я думаю, что в ближайшее время начнем решать эту проблему уже определенные... Вы понимаете, это те проблемы, которые нельзя решить вот одним щелчком и просто... Они требуют определенных финансовых вложений. Это должен быть проект. Мы сейчас прорабатываем несколько вариантов, и я думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Скажите, пожалуйста, Василевичи есть на территории? Значит, это не ваше, но, тем не менее, я озвучу. Возможно, руководители сельского совета, где Василевичи, может, это Реческий район, услышат. Нет работы в Василевичах, плохие дороги, нет на многих улицах освещения, пишет Жека Гиринов. Так, вот такой вопрос Татьяны. Добрый вечер. Вопрос к председателю. На улице Зеленая, остановка Дубружская, поселок Победа, 100 метров асфальта разбитые. Не ремонтировались 15 лет как минимум. Проехать на автомобиле проблематично. Каким образом можно решить данный вопрос? Заранее благодарю. Боже, какие у Вас вежливые жители. Очень приятно. Я поясню по дорогам кратко. Дороги долгое время были на балансе к Жуб-Гомельске и Рожилкумхоз. В прошлом году они переданы на баланс специализированного предприятия ДРСО номер 113, которое в этом году провело значительную работу по ремонту дорог. В частности, в деревне Романыч, Екатерина, наверное, подтвердит, шесть дорог подсыпано гранулятом. Не все, правда, еще, но большая часть ДРСО номер 1 еще подсыпано. К сожалению, я должна констатировать, что на территории нашего сельсовета качество дорог оставляет желать лучшего. Разрешите, я дополню немножко. Просто по поводу дорогу, как звонила Алина Александровна, на Березках тоже был участок дороги, такой, ну, старый, уже разъезженный, ямы, выбоины, все. Дороги перешли на баланс другой организации. Мы написали коллективное письмо. Специализированное. Да, специализированное, то есть, которое относится все. Они сказали, что, пожалуйста, обращайтесь, будем включать перспективный план ремонта, потому как надо создавать план на будущий год, чтобы учитывать финансовую возможность и сроки ремонта. Держите, пожалуйста, на танкуле. Да, потому что спасибо за звонки, за подсказки. Иногда по всех улицах, конечно, ну, нет необходимости ездить. Где-то есть уголок такой разбитый, где действительно ямы и лужи и все. Просто сообщайте, будем писать письма. И обращаться, решать эти вопросы. Это не план ремонта, потому что это тоже требует средств. Я не могу не зачитать сообщение Елены Мисеевич. Правда, к Улуковскому сельскому совету это не имеет отношения. Но, может быть, в Еремино это услышат. Агрогородок Еремино не соответствует своему званию. Нет хороших дорог. А это одни из главных показателей благоустройства. И просит еще хорошее освещение. Так, чтобы жить в деревне, нужно обязательно любить землю, деревенский труд, без которого там не приживешься, пишет Раиса Ковалева. Спасибо вам, уважаемая Раиса. Так, что еще? Ну, наверное, все прочитали, что прислали, уважаемые зрители. Может быть, еще что-то найду. Вот, Марина Яшенкова пишет. Приятно видеть в студии семью Шундиковых. Одна из образцовых молодых семей в Березках. От жителей деревни. Достойно аплодисментов. Уважаемые телезрители, спасибо вам за активное участие в передаче. Но время нашей программы подходит к концу. И нам нужно все-таки узнать, справились ли наши юные художники с той задачей, которую мы ставили в начале программы. Ян, пойдем посмотрим, да? Так, микрофон беру. Проходи, пожалуйста. Ну, что у тебя, Кирилл, получилось? Получилось? Это любимый домик в деревне, наверное, да? Да. Получилось то, что хотел? Да. Все успел сделать? Да. Ну, ты знаешь, краски яркие, сочные, просто прекрасно. Солнышко, наверное, тоже где-то светит. Ну, просто не попало в кадр, да? Спасибо большое за твой уголок малой родины. Катюша, как у тебя дела? Я нарисовала церковь на берегу реки, но еще не успела закончить. Еще не закончила? Ну, я думаю, что у тебя несколько минут еще есть, и ты последние штрихи нанесешь. И я надеюсь, что в музее программы «Добрый вечер» эта картина появится, как и картина Кирилла. Надеюсь, да? Хорошо. Кать, простите, Яночка, Катя у нас осталась на диване. Как вы оцениваете работы ваших учеников? Ну, ребята справились, все, что мы сегодня планировали, они сделали, они молодцы. Мы специально выбрали тех ребят, которые... Вот Вова у нас участвует в конкурсах, можете у него там спросить, как у него дела. Вот, то есть ребята молодцы, я горжусь ими. Яна гордится вами, Владимир. Все ли вы успели сделать? Нет. Еще не все, но у вас вот ваша палитра. Ну, я думаю, что здесь буквально пару минут, и все будет завершено, да? И еще напомните нам, это река Ипуть и церковь, да? Это болото. А, болото. Это рядом. Такое тоже имеет место быть, ну, Жанна Александровна, но все. Зато живописное какое, посмотрите. Это Ипуть развелась, а потом... Ну, это старик, наверное, да? Да, возможно. Старое русло и какие-то вот отголоски. Прекрасно. Завершая работу, спасибо. Яночка, здесь тоже все в порядке, да? Да, все отлично. Перспективные художники, какие молодцы. Спасибо, ребята, вам за вашу работу. Вы, пожалуйста, завершайте. И я надеюсь, что ваши работы займут достойное место в музее программы «Добрый вечер, Гомель». Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня наверняка программа выполнена. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые телезрители, за вашу активную жизненную позицию. Благодарю вас за все звонки и сообщения. Все замечания мы передадим Жанне Александровне и Сергею Васильевичу. Они наверняка пообещают, ну, как минимум поставить на контроль и заняться этими вопросами. Я права? Да, конечно. Буквально несколько слов в качестве пожелания телезрителям и жителям всей деревенской местности. И в частности, жителям тех населенных пунктов, которые находятся на территории Улаковского сельского совета. Я обращаюсь ко всем жителям Улаковского сельсовета и не только Улаковского сельсовета. Будьте активными, не будьте равнодушными. Предлагайте, приходите. Мы слышим, мы будем решать проблемы совместно, совместными усилиями. Ваша инициатива, ваши подсказки очень важны и нужны. Ваша инициатива, мы ее возьмем на контроль и будем стараться ее решать. Спасибо большое. Еще раз напомню, что в студии у нас были Сергей Верес, Жанна Бизня, Яна и Екатерина. Молодые специалисты Улаковской школы искусств. Спасибо вам большое. Честь и хвала людям, стремящимся возрождать и поддерживать село. Благодарность каждому, кто пишет свою деревенскую историю. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Елена Троценко. Всего доброго и до следующей встречи. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель» и я, ведущая Елена Троценко.